Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Рядом со спорткомплексом у Макдональдса появится парковка и зеленая зона. С жильцами местных домов встретился глава города Владимир Быков. По данным репортерам, кировчане опасаются, что из-за стройки снесут большое количество деревьев. Однако директор агентства муниципального развития Игорь Сухоруков заверил, что вырубят только 5-7 деревьев. После окончания строительства зеленую зону восстановят. Кроме того, горожане обеспокоены уменьшением парковочных мест. Представитель инвестора сказал, что рядом с комплексом появится парковка на 110 машин и мест. Кроме того, власти заверили, что во время возведения объекта обновят старейший участок теплотрассы, который находится в зоне стройки. Напомню, достроить спорткомплексы должны к декабрю. А теперь новость от наших партнеров. Крик предлагает квартиры в кирпичном доме в Слободе Лосева. У него есть ряд преимуществ. Дом строится в непосредственной близости от Солнечного берега. В шаговой доступности торговые центры, офисы банков, несколько частных и муниципальных детских садов. В этом году рядом будет построена еще одна школа с бассейном. Во-вторых, у дома отличные технические характеристики. Он строится из кирпича. В продаже есть однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В-третьих, это доступные цены. Только в июле приобрести квартиру в этом кирпичном доме можно по сниженным ценам. Всего от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Кстати, купить жилье можно в ипотеку с минимальным первым взносом и по льготной процентной ставке. Узнать более подробную информацию и получить бесплатную консультацию можно в офисе ипотечной корпорации по адресу Ленина 92 или по телефону 25 10 10 8 800 707 92 92. Проектная декларация на сайте ипотека 43.рф. Заем предоставляет акционерное общество КРИК. Кредит предоставляет АОКБ Хлынов. Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в Кирове в июне составила 43 848 рублей. Это практически сопоставимо с майским показателем. Повышение составило около процента. При этом оно было отмечено почти по всем категориям жилья. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.